Заканчивается лето. А чем запомнилось лето этого года? Каникулами. Где была? Я была на море. Выборы были, ремонт в школах и садиках. Отличное впечатление. Невозможно даже передать. Передайте хотя бы привет всем. Не знаю, море, солнце, пляж. Не было так жарко, как в прошлом году. Лето этого года чем запомнилось? Ну, он был на море ездил. И вообще мы переехали в этот город жить. Мы тут живем буквально месяц. Мы приехали сюда из Кривого Рога. Экология тут очень хорошая против нашего города. Кривый Рег. Ну и вообще нам очень-очень нравится. Конечно, тут нет близости такого до моря, как от нас. Но зато тут есть речка, лес. Люди тут другие. Дуже чистый город. А чем вам лето этого года запомнилось? Хорошей погоды чем еще? Ну, последние новости. Убийство. Чем запомнилось это лето? Это лето? Работы. Ну, выборы, конечно, прошли депутатские. Мы ездили на море. Ну, это я по загару вижу-то. Что еще? Классно загорели. К школе готовились. Было весело. Бабушки в деревне гуляли. Много чего делали. Картошку выкопали. Ну, в принципе, так. Все по-старому, как обычно. Чем? Чем? Ну, жарой. Отдыхом на речке. Было очень много фруктов, овощей. Конечно, выборы были парламентские. И мы очень довольны, что они состоялись. И надеемся, что все, что мы надеялись, все исполнится. Лето подходит к концу. А чем вам лето запомнилось? Ну, прогулками с друзьями. В селе три недели был. Ну, и все. То, что копал? Нет. То, что в городе происходит, очень здорово. Вот помните, была выставка цветов? Да. Приезжала с Японии. А, парламентские выборы, да, мы с удовольствием. Мы, конечно, были в отъезде, но мы взяли открепительные. Даже так? Даже так. И нас похвалили там. День города всегда классно. Здорово проходит. Мы принимаем участие. Чем лето запомнилось? Ну, я так понимаю, конец лета, то, что вы получили учебники. А до этого? Ездили, отдыхали. Отдыхали? В море были? Да. Да? Так, а ты? А мы на речи. На речи, конечно? Да. Ну, во-первых, выборы же. Выборы были одни, вторые выборы. А чем вам лето этого года запомнилось? Всем. Чем? Жарой. А больше ничем, так, собственно говоря. Ну, выборы, конечно. День города приятный. Мы с внуками погуляли. Убийство было-то, конечно, Юре в городе. Это трагедия, конечно. Жалко, ужасно. Лето? Да. С жарой. Я думаю, все-таки это наши поездки велосипедные. Мы постоянно на велосипеде. Да. Поэтому и форма у нас такая до сих пор. Ну, и, соответственно, внучкой. Выборы, да. Мы дружно всей семьей, прямо с работы, да. За команду, Зе. Ну, соответственно, да, наверное, последнее событие – это убийство. Булата. Очень сильно переживали. Я, честно говоря, до сих пор я не могу успокоиться. Я тем летом получила удовольствие купаться в своем личном бассейне. Да. Возле коттеджа. Возле коттеджа. Да. Очень мне это было приятно, да. То есть на море можно не ездить? Да, да. Можно уже не ездить. Ну, события, вы знаете, какие у нас неприятные в городе были. Конечно, всех они тронули. Это вы про убийство было? Да, 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 да. Были у нас моменты в городе этим летом разные. И хорошие, и плохие. Запомнилось вот это цветочное представление с цветами. Во-первых, отдохнули, да, неплохо. Положительными эмоциями. Ну, вообще-то, не столько мне парламентские выборы, сколько, в принципе, в нашем городе убийство Юрия. Вот это что-то неприятное. Вот. Так, в принципе, больше особого ничего. Быстро лето закончилось, к сожалению. Солнце. Дети гуляют. Радость. Так как я из России, и я гостья здесь. Как вам Славутич? Тогда ладно, по-другому. Славутич – это город моего детства, поэтому я его очень люблю. Меня радует, что здесь все-таки чистота. Да, то есть, ну, есть такие города, где грязь, действительно грязь, а здесь чисто. Город вашего детства. Да, хорошо и уютно здесь, мне здесь все нравится. Это радует то, что эстетический облик города как бы меняется к лучшему, да. Школа там, еще вот эта школа, первая школа. То есть, вот это радует. Сначала запомнилось жарой, потом холодом и опять жара. Парламентские выборы внеочередные. И новый президент к нам пришел со своей партией, узурпировал власть. То есть, покажут. Как они сказали уже, да. Ну, и, конечно, трагические события Юрия Булата, да. Чем запомнилось лето вам? Не знаю. Не видела? Лето прошло незаметно. Лето прошло незаметно. Чем запомнилось лето? Лето, да. Это подходит к концу. А чем вам запомнилось лето этого года? Теплом. А что еще? Чем еще? Даже не знаю. Морем. Чем запомнилось? Работой. Лето этого года запомнилось мне маленькими приключениями с этим карапузом. День города, потом, что, например, начали во второй школе рядом разбирать, да, забор начали разбирать и, возможно, нормальный забор установят наконец-то. Потом также переполох в городе. Я бы не сказала, что это как самое главное, но очень, да, значимое, что как негатива тоже было. Но при этом это перекрывается тем, что я постоянно вижу мелкую детвору здесь, в городе. И оно все равно, и очень много положительных эмоций, что все равно достаточно не запуганы, и город все равно хорошо существует. То, что жизнь продолжается, жизнь прекрасна, и мы живем в этом городе вместе своей семьей, дети, внуки мои идут, восьмой класс. Первая школа, где, наконец-то, меняются окна, пытаются делать, да, то, что выборы однозначно. Хотим верить, но наверняка нужно и самим уже понять, что мы тоже хозяева своей жизни и должны, должны стремиться именно к тому, чтобы действительно мы тоже были участниками всего того, что... Итак, опрос Славучан дал следующие результаты. Шестое место. Победа сборной Украины по футболу. Ю-19 в чемпионате мира по футболу. На пятом. Ремонт в школах и детских садах. Четвертое место. День города. На третьем. Убийство Юрия Булата в центре города и последующие суды. На втором месте. Парламентские выборы. И на первом. Погода, жара и каникулы. Вот таким было лето 2019 с точки зрения Славучан.